Вы знаете, у нас команда болеет. Болеет, диагноз пока мы не поставили. То есть после Нового года команда пришла больная, и мы мучаемся через эту непонятную болезнь, пытаемся добывать очки при очень плохой игре, скажем откровенно. Пока мы не понимаем, что происходит, нам надо поставить диагноз, потому что, чтобы назначить лечение, нужно сначала диагностировать, что происходит. Привет! Сочи обыгрывает ладу по булитам, и это тольяттинцам еще повезло. Могли проиграть и в основное время. Что же за болезнь такая у команды? Может соперника поплывок подбирают? СКА уступает на своем льду в овертайме Минскому Динамо, а Металург продолжает формировать состав на следующий сезон. Центральный нападающий Денис Зернов получает от Металурга трехлетнее соглашение. Деньги серьезные, каждый сезон хоккеисту будут падать на счет по 75 миллионов, без учета бонусов. Несмотря на то, что цифры серьезные, представитель игрока просто воспользовался кадровым дефицитом на рынке. И на позиции Дениса странно просить меньше. Отметим только, что Магнитогорский клуб за последнюю неделю потратил уже очень много. 80 миллионов Михайлису, 60 Карпову. А впереди еще борьба за вратаря Самсонова. Да и с обороной надо что-то придумывать. Если говорить о Денисе, то он играет на неплохом уровне. Правда, так и многие звезды КХЛ не могут похвастаться стабильностью. Отметим, что Зернов до сих пор мечтает сыграть в НХЛ. Но теперь шансов на это не очень много. Существует вероятность, что хоккеист отправится в Америку в 31 год. Но вряд ли он кого-то там всерьез заинтересует. Впрочем, кто знает, что там будет через 3 года. Если возвращаться к нынешнему сезону, то на счету хоккеиста 33 очка в 53 матчах. И он в 7 баллах от повторения личного рекорда, когда набрал в Балашихе 40 очков. Но он уже повторил личное достижение по заброшенным шайбам 16. В Металлурге Денис играет много, выходит на лед в самые важные моменты встречи. Так что неудивительно, что с ним продлили контракт уже в январе. Кубок Гагарина у Зернова есть. Жизнь удалась. Так что теперь он просто получает удовольствие. Автомобилист обыгрывает Борис на выезде 3-2. Занимает четвертую строчку и по-прежнему является желанным соперником по первому раунду плей-офф. В Нижнекамске задержан хулиган, напавший на главного тренера нефтехимика Олега Леонтьева. И что теперь с ним делать? Нефтехимик пока явный фаворист в борьбе за восьмую строчку в плей-офф. У команды не самый сложный календарь, хотя и не безупречный. Январь. Коллектив Олега Леонтьева завершит серию из 4 домашних матчей. Причем дважды надо будет сыграть с Ладой, которая пока далека от оптимальной формы. Кроме того, приедут Торпеда и Трактор. Тоже можно рассчитывать на какие-то очки. В феврале останется 9 матчей. И сложность лишь в том, что только два из них будет дома. Правда, главный тренер считает, что на этом отрезке турнира уже совершенно не важно, где играть. Грань между домашней и гостевой площадкой условна. По большому счету, нижнекамцам надо взять свое. Из по-настоящему серьезных соперников впереди игры с Акбарсом и Локомотивом. А все остальные команды по зубам. Самые интересные встречи будут 9-го и 15-го февраля, когда нефтехимик сыграет в Сибирью. Но тут нужно учитывать, что нижнекамцы 13-го февраля проведут встречу в Казани, а уже 18-го в Череповце. Постоянно меняются часовые пояса, что, конечно, проблема. У Амура, главного конкурента, нефтехимика, календарь хуже. До конца января 4 игры против Салавата Юлаева и Металурга. Пусть и дома. А в феврале 11 встреч и большинство соперников из верхней части турнирной таблицы. В общем, нижнекамску надо сильно постараться, чтобы растерять преимущества. Еще о Металурге. Нападающий Данила Юров оштрафован по итогам игры с Северсталью. Напомним, что он побежал мстить сопернику за грязный удар против Никиты Михайлиса. Ждем от Товгая следующих боев. И последнее. Трактор обыгрывает Северсталь на своем льду 3-1. И новосибирский клуб все дальше от зоны плывов. Но как там до сих пор никого не уволили после скандала? Удивительно. До свидания. Сергей Владимирович, а можете рассказать о вратарской бригаде? Ждать ли Красоткина в ближайшее время? Может быть, Худобин сыграет? Он давно не играл. Опять же, да, здесь мы ждем, когда Антон вернется. Поэтому я считаю, что на данный момент, пока Костин в игре, Костин играет, мы идем с ним. Будем ждать Антона возвращения. Это все. На данный момент у нас второго варианта нет. Ну, а Худобин нет? Не получишь шанс? Я считаю, что на сегодня Костин выполняет хорошую работу, и он заслуживает своего места, поэтому пусть играет, пока, как говорится, играется.